Вместо предисловия Дорогие мои слушатели, все то дальнейшее, что вы узнаете и услышите по ходу моего повествования, это всего-навсего сказка. Более того, в дальнейшем повествовании мне досталась второстепенная роль, роль стороннего наблюдателя. Все персонажи вымышлены, а совпадения случайны. И это всего лишь одна из вольных фантазий на тему, что могло послужить первопричиной того безумия, которое охватило весь мир, свидетелями которого мы с вами сейчас являемся. Данное вступление – это не что иное, как забота о психическом здоровье некоторых моих зрителей и слушателей, которые, а я в этом более чем уверен, послушав, я еще раз на этом настаиваю сказку, тут же подвергнуться соблазну сострочить на меня какой-нибудь донос, ставя себя тем самым в неловкое и в очередной раз глупое положение. Ну а что же касается остальных моих зрителей, которые прекрасно отделяют зерна от плевел, я хочу напомнить, что случайностей не бывает. «Искренне ваш, Локи Трикстер. Именно от его лица я буду вести данное повествование». Цитата. «Если женщина думает в одиночестве, она думает о зле». Малиус Малификарум. Эта история началась в далеком 16 веке, вернее, где-то примерно с его середины. В общем, сразу после того, как тогдашний папа Павел Третий прибрал к рукам все локальные инквизиции и объединил все это в конгрегацию священной канцелярии. Если сравнивать с организациями современными, то это что-то между ГРУ и ЦРУ с существенной долей политической и идеологической составляющей. Нет, ну а как вы хотели? Мир только что, еле-еле, выполз из глубины темных веков, которые были следствием той самой катастрофы, которую называют «Война Богов», начал стремительно возрождаться. И весь этот процесс нужно было, безусловно, контролировать. Вы помните, как называлось то время? Да-да, эпоха Возрождения. Возрождение, простите, чего? И ведь буквально накануне, в промежутке каких-то сотни лет, человечество буквально прорвало. Всевозможные открытия полились, как говорится, из рога изобилия. И уверяю вас, далеко не все они, как йогурты, были одинаково полезны. И именно поэтому появились те, кто должен был все это систематизировать и контролировать. Ну и, конечно же, дураки и фанатики существовали всегда, независимо от эпохи. Но мы сейчас не о них. Нет, ну вы что, правда думаете, что сидит себе такой весь из себя гениальный Леонардо? И думает, отдай-ка я нарисую вертолет или подводную лодку. И ему вообще абсолютно без разницы, что его рукоделье неприменимо на практике, потому что попросту не своевременно, но он берет и рисует. Или же срисовывает. И тут появляется наша организация с вопросами. Где взял, покажи исходник, ну и все такое. Ну и, как обычно, натыкаемся либо на схрон какой-нибудь, который от богов остался. Хотя мы понимаем, кто это. Но чтобы сохранить терминологию, между собой их так называем. Но при общественности ни-ни, бог один и он бдит. И ладно, допустим, схрон обнаружил. Или бункер. А если книга какая зловредная? Ну, например, как покорить вселенную, не привлекая внимания санитаров. Да с картинками. Ну и, что прикажете с этим делать? Все правильно. В печку ее, кстати. А кто такие санитары? Или же, допустим, взять кузницу. И тут, а вроде бы все просто и понятно. Обычно на отшибе какой-либо деревни стоит кузница. При ней живет кузнец. Мрачный бородатый берег с сиротой под мастерьем. И что-то там себе кует. От мечей до гвоздей. Ну и много ли вы при деревнях доменных печей созерцали? Как это ни одной? А из чего тогда ковал кузнец? Вот то-то же. Ну или взять того же Герарда Меркатора. Великого картографа и все такое. Так вот, этот великий картограф, который носил фамилию Крэмер, что в переводе означает купец, дальше Бельгии нигде и не был. А теперь давайте откроем карту и попробуем отыскать Бельгию. И у нас, конечно же, возник вопрос. Откуда дровишки? То есть карты. И да, вы не ослышались. Я сказал, у нас возник вопрос. Довелось мне тогда служить в северо-западном отделе в должности дознавателя. Сразу скажу, что Джордана Бруно я не сжигал, хотя было за что. И это что не имеет никакого отношения к его высказываниям о бесконечности Вселенной и так далее. Но вернемся к нашему Герарду Меркатору. В 1544 году мы его арестовали. Поводом послужило сочувствие к протестантам, ну и ересь, конечно же. Хотя на самом деле нас интересовали карты. Вернее, те, у кого он их покупает. Как мы пришли к такому выводу, что он их именно покупает? Да все на самом деле проще простого. Практически во всех его картах была применена равноугольная цилиндрическая проекция, которая не искажает углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. В общем, если говорить проще, то данная технология применяется в настоящее время для составления морских навигационных и аэронавигационных карт. А как у него изображена береговая линия? Это же просто песня. Для того, чтобы так точно ее изобразить, нужно находиться над поверхностью Земли. В общем, купец не стал особо упорствовать и с радостью сдал всех причастных. И после подписки о неразглашении и сотрудничестве получил индульгенцию и отбыл в свою лавку. Так мы вышли на денщика Аники Строганова, а затем и на него самого. Ну а дальше, как говорится, поперло. Этого самого денщика, не помню уже, как его звали, да и не важно это, мы взяли где-то недели через две или три, после того, как Герард поведал нам эту замечательную историю. Так случилось, что в соседнее ведомство стали наперебой приходить жалобы от местных трактирщиков. То в одном трактире, то в другом появлялся безумный русский, который сорил деньгами, бил морду уважаемых и истово верующих горожан за то, что они отказывались предоставить ему цыган с медведями, творил блуд с порядочными католичками, что характерно не без их согласия, так как владел искусством ввода в искушение, в общем, творил всякие греховные непотребства. И мы, как-то знаете, сразу поняли, что это наш клиент. В общем, взяли мы его, так сказать, тёпленьким, под утро, пьяного в стельку прямо из-под бока толстухи Гретты, благочестивой жены одного из трактирщиков. Она, кстати, так сильно расстроилась, что начала оказывать сопротивление, повредив при этом не только лица, но и тела практически всем боевым монахам из нашей оперативной группы, которые, уверяю вас, далеко не слабые ребята, из-за их плечами задержания не только обычных вервольфов, но и берсеркеров. Денщик же не оказал ни малейшего сопротивления, потому что был пьян в дугу. А когда он, наконец-то, протрезвел, то начал каяться. И наше ведомство, само того не ожидая, приобрело в лице этого денщика ну просто неиссякаемый и очень важный источник информации. Нет, не подумайте. Никаких спецсредств и заплечных дел мастеров мы не привлекали. Просто у него, так сказать, накипело. А в рамках данного расследования я не буду рассказывать все то, что он поведал при наших задушевных беседах, дабы не уводить в разные стороны основную линию данного повествования, да и все те факты, которые он изложил, требовали тщательной проверки, так сказать, на местности. Забегая вперед, скажу, что практически все подтвердилось, но я все же предлагаю соблюдать последовательность, выделив все важные аспекты наших бесед в отдельное производство. Однако вернемся к картам. Интересующие нас карты, которые были куплены купцом Герардом, причем не в виде оригиналов, а перерисованных копий, действительно принадлежали Анике Строганову, который впоследствии передал их Денщику. Как именно они попали к самому Строганову, доподлинно неизвестно. Скорее всего, кто-то из условно местного населения, это могли быть либо биармейцы, либо мономахи, либо колты, наткнувшись на очередной уцелевший бункер древних, нашли их там. О том, что Аника проник далеко вглубь биармии и осел в непосредственной близости от Мономанска, мы знали. Но, как выяснилось в дальнейшем, ему удалось добраться до самого острова Туле, который уже на тот момент островом не являлся. Оказавшись на этом бывшем острове, ныне полуострове, он организовал там торг. И от имени Новгородской республики начал вести там свои дела. А потом появился представитель московитов в лице берсеркера Трифона. Какое-то время они сосуществовали достаточно мирно, а потом произошли события, известные нам как окончательное падение Новгородской республики. Трифон, соответственно, начал претендовать на всю территорию в целом. Но в открытую конфронтацию вступить не решался. Но вопрос нужно было как-то решать, потому что два торга рядом ни в какие ворота не лезет. Вот и придумали они что-то вроде ежегодных состязаний. И пошло-поехало. Каждый год на ресталище от лица двух конкурирующих фракций выставлялись два воина, которые бились насмерть. Ну и побеждал, естественно, Аников воин. Детина сам по себе был примечателен. Два с половиной метра росту, и что интересно, из местных. Где его подобрал Аника, неизвестно, но упорно ходили слухи, что он является чуть ли не прямым потомком падших. Ну, то есть нефлеимов. Да мало ли, что народ болтает. Но что характерно, у этого детины, Аникова воина, так его в народе прозвали, было два меча. Один здоровенный такой, как раз под его рост, а второй вроде бы и обычных размеров, но необычный. То ли он его с собой из катакомб принес, то ли сам из какого-то чудного металла выковал. В общем, никто этого воина победить не мог. Ну и в очередной раз выставил Трифон против него, такого неказистого монашка. Ну и тот его давай подначивать. Мол, что ты такой здоровый детина, с сабельками своими размахиваешь, давай-ка на кулачках. И уговорил таки. В общем, бросил тот мечи, сошлись они в поединке, и никто ничего даже и не понял. Что-то мелькнуло, и Аников воин рухнул, как подкошенный, с проломленным черепом. Трифонова братья тут же подбежала к этому неказистому монашку, и давай на него обруч надевать. В общем, обманул всех Трифон, выставил берсерка. Ну а так-то все по правилам, и не придраться. Все честь по чести. Бой проигран, пишите письма, собирайте чемоданы и проваливайте. Аникова воина тама похоронили, курган, соответственно, сложили, с почестями. Воин-то славный был, а вот мечи куда-то пропали. Больше всех, конечно, по мечам сокрушался Трифон. Они ж ему должны были достаться в качестве трофея. Но, как говорится, все перерыли, всех обыскали, а воз и ныне там. Мечи пропали. Ну а после закрутилось, завертелось. У Трифона, не пойми откуда, взялись две грамоты от самого Рюрика, в которых было сказано, что теперь земли биармейские от сих до сих за Трифоном остаются, а неке же дарована вся Сибирь. Этакая почетная ссылка. Хорошо хоть так, а мог бы и убить. Ну и строганного ничего не оставалось, как согласиться. Уж если московитами дорога была куда-то протоптана, то это все дело времени. Будут приходить, приходить и приходить. Ну а сам Денщик, прихватив карты, и кое-что по мелочи, от Аники-то и сбежал. Ну оно и понятно, кому в Сибирь-то охота. Ну а пока шло следствие, толстуха Гретта вдруг внезапно овдовела. Так он в наших краях и остался. При нашем ведомстве, конечно. Ну а что? Языкам обучен. Толмачи всегда в цене. И на этом историю можно было бы и закончить, так как я бы никогда не вспомнил о тех событиях, которые были давно и вряд ли были правдой. Если бы не одно «но». Буквально пару-тройку лет тому назад сижу я как-то зимним вечером, подчиняю примус, и тут вдруг приходит мне письмо. Пришло это письмо от моего тогдашнего хорошего приятеля. Назовем его «Гражданин А». В этой сказке вообще много имен, начинающихся на эту букву. Суть письма была такова. Занимаясь своим любимым делом, разбирая архивы, гражданин А наткнулся на уголовное дело, датированное 1938 годом. Речь в этом деле шла о монахе, которого приговорили к расстрелу за антисоветскую деятельность. И в этой же папке находился кусок бумаги со странными письменами, очень похожий на огрызок какой-то карты. Собственно, и суть письма была в том, чтобы я помог с переводом этих иероглифов, которые были нанесены на эту карту. Первое, что мне пришло в голову, ну, конечно же, это скандинавские руны. А кто у нас спец по рунам? Ну, конечно же, Маргоша. Я ей этот рисунок переслал, и выяснилось, что никакие это не скандинавские руны, а самые что ни на есть наши родные. Маргоша это дело быстренько перевела, и выяснилось, что это координаты, причем точные координаты. Гражданин А, получив от меня перевод, быстренько собрался и отправился по этим координатам на поиски. Эти координаты привели его в одну из катакомб, которые находятся непосредственно около Мурманска, а может быть, и в самом Мурманске, это к делу отношения не имеет. Так на свет появилась книга. И не что-нибудь, а первое печатное издание типографии Федорова, датированное 1563-1564 годом, и называлась она «Деяние апостолов». Ну, или просто «Апостол». Вот интересно, а почему напечатали именно ее, а не Библию? Нет, ну, конечно же, с исторической и культурной точки зрения эта книга цены не имеет. И понятно, что спрятал ее тот самый расстрелянный монах. Но опять же, это не повод, чтобы за это приговаривать к смертной казни. Значит, в этой книге должно было быть что-то еще. И это что-то еще действительно там было. Через некоторое время на одной из страниц начало проступать изображение в виде головы волка. И опять загадка. Ну, проступила голова волка. И что? Ну, гражданин А, человек умный и сообразительный. Повертев этого волка и так, и этак, рассмотрев его под лупой. А там тоже кое-что наблюдалось, выяснилось. Да это же карта. И эта карта не чего-то там, а бывшего острова Туле, ныне именуемого Рыбачий. Ну, а дальше дело техники. Осталось дождаться лета, пойти и забрать, что, собственно, мы и запланировали. Но чем ближе, как говорится, к экспедиции, тем больше меня клинило. Ну, во-первых, начались какие-то воспоминания. И эти воспоминания были ни разу не радостные. И они касались не только моей работы в северо-западном ведомстве, но и затрагивали 1943 год, когда нашу исследовательскую команду именно в этих краях благополучно убили. В том числе и гражданина А. В общем, в итоге я от этого похода отказался, вызвав полное непонимание и недоумение не только гражданина А, но и остальных своих соратников. Самого же гражданина А было не переубедить. Причем интересно, в первую свою ходку он там не нашел ровным счетом ничего. И тут на сцену вышла гражданка по имени угадайте как, ну конечно же А. Они организовали вторую экспедицию и тоже поначалу ничего не нашли. И собрались уже уходить, плюнув на все, но гражданка А. проявила свою женственность. Именно она обратила внимание на тот непорядок, вернее лишний предмет, который находился в этом месте. Это был речной песок. И находился он там, где его быть не должно в принципе. Ну а дальше дело техники. Именно под грудами этого песка они и обнаружили то, что обнаружили. А именно те самые два меча, которые принадлежали А. Никову воину. Один из них был обыкновенный, по сути, кусок ржавого железа, только размеры его были явно не под человеческий рост. А вот второй был не ржавый, просто сокаленный. Обычных размеров, но при дальнейших его исследованиях выяснилось, что он никак не реагирует на магнит. О дальнейшей судьбе этих артефактов мне ничего неизвестно. Контакт с гражданином А потерян. Но я искренне надеюсь, что у него хватит разума спрятать эти артефакты так, чтобы их больше не нашел никто и никогда. У тьмы не бывает светлых проявлений. Конец этой сказки. Единственный вопрос, который мне не дает до сих урпакоя? А скифы-то тут с какого боку? Скифы-то